Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня рассмотрим с вами новую модель в нашем ассортименте. Модель под названием Lenovo S750. Данная модель имеет основную особенность в том, что она защищена классом IP67, а это значит, что она водоустойчива и ударопрочна. Экран тут покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass. Давайте по привычке посмотрим, в какой комплектации поставляется, в какой коробке. Поставляется данная модель в стандартной Lenovo коробке. Есть вот такие вот обознавательные знаки, ну и сзади есть от производителя также обознавательные знаки. В комплекте, в принципе, ничего особого такого нет. Стандартный мануал, зарядка. Обязательно вложим вам переходничок. И вот такой вот стандартный USB кабель. Итак, давайте посмотрим нашу модель Lenovo S750, что он из себя представляет. По качеству сборки у меня нет никаких нареканий. Все выполнено очень монолитно, очень надежно. Единственное, что, как и в любом другом водозащищенном смартфоне, вот эти все заглушки, они сделаны с резиночками вот такими вот интересными, которые нужно аккуратненько и довольно-таки плотно закрывать. И следить за тем, чтобы не образовывалось никаких люфтов. Все вот эти вот кнопочки, все-все-все, нужно следить за этим. Давайте посмотрим, что у нас внутри данной модели. Оставляется данная модель у нас с одним аккумулятором. Аккумулятор у нас на 2000 мАч. Далее у нас есть два разъема под сим-карты. И вот у меня как раз стоит microSD-карточка. Как вы видите, что вот как раз именно по ободку вот такая прорезиненная вставочка, которая закрывается вот с крышкой, уплотняется. И таким образом в район вот этой вот вставки не попадает у нас вода. Водичка попадает вот сюда, вода попадает вот сюда. То есть вот это все защищено. Чуть дальше в обзоре я вам продемонстрирую это. Продемонстрирую водоустойчивость. Ударопрочность демонстрировать не буду, так как не хочу, потому что боюсь. Вот есть у смартфона вот такие вот надписи здесь. Все нужно плотненько вот так вот закрывать. Ну и потом ним можно пользоваться. Давайте также посмотрим разъемы нашего смартфона. Сверху у нас кнопка включения и выключения. Микро-USB разъем, разъем под наушники. С этого бока у нас качелька громкости. Вот это надпись Waterproof. Снизу у нас нет ничего. С этого бока тоже нет. Вот есть такая из пластика сделанная такая грань. Так, сзади у нас идет динамик. Логотип Lenovo. Крышечка такая сделанная из пластика, но такая рифленая. И, собственно, наша камера со вспышкой. Спереди у нас, как я уже говорил, экран засвещен Gorilla Glass покрытием. Три сенсорных кнопки. Слева направо это меню. Домой и назад. Сверху у нас логотип Lenovo. Ушной динамик. Датчики приближения, датчики освещенности. Тут вот у нас камера фронтальная. И есть у нас также индикатор пропущенных вызовов, приема СМС и тому подобного. Давайте включим и посмотрим наш смартфон в действии. Модель приходит с завода не с полноценным русским языком. Их приходится прошивать. В принципе, это нормальная практика для всех Lenovo. Поэтому в нашем интернет-магазине вы сможете сразу же получить качественный, надежный Lenovo с русскоязычной прошивкой. С поддержкой всех-всех-всех функций. Давайте посмотрим. Вот так вот отображается рабочий стол нашего смартфона. Ну и стандартно начнем наш обзор с программки Antutu. Посмотрим, какие технические характеристики у нас есть в смартфоне. Итак, видим, что это Lenovo S750, процессор у него MTK6589, частота процессора 1.2 ГГц. Стандартный видеографический ускоритель это PowerWare SGX544MP. Видим, что у нашего смартфона гигабайт оперативной памяти, 4 встроенных. 8-мегапиксельная основная задняя камера и 0.3-мегапиксельная фронтальная камера. Версия Android у нас 4.2.1. Lenovo S750 показывает стандартные 14-15 тысяч баллов. В принципе, это обычный результат для процессора MTK6589 и для дисплея с разрешением 960 на 540, какое и есть в данной модели. Давайте посмотрим некоторые особенности нашего дисплея, какие датчики у нас есть. Мы видим, что экран имеет на 5 точек касания. Я тестировал данную модель через Antutu Tester, тестировал его аккумулятор этой модели. Сейчас мы посмотрим скриншоты. Модель у меня набрала 589 баллов. Это, в принципе, очень хороший результат для аккумулятора в 2000 мАч. И, судя по этому, можно сделать вывод, что модель продержится в нормальном режиме пользования до двух суток. То есть, один день она будет работать вообще без проблем при максимальных нагрузках. Также давайте посмотрим, какие датчики есть в данной модели. Что данная модель умеет. Есть датчик приближения, есть датчик освещенности, само собой. Есть полноценный хороший GPS, Wi-Fi, Bluetooth, само собой. Есть компас. Компас, давайте проверим, будет ли он работать. Компас, что-то у нас особо работать не хочет. Гироскопа, такого датчика нет. Ну и давайте, в принципе, проверим его основную способность. Это водозащищенность его. Вот, я специально подготовил резервуар с водой. И попробуем продемонстрировать его, вот эту особенность. Так, я обращаю ваше внимание на то, что у меня закрыты все щели, у меня закрыты вот эти все уплотнители резиновые. То есть, все, что можно, я сделал. Подготовил его для этого испытания. Вот он у меня погрузился в воду. Обращаю ваше внимание, что в воде вот этот сенсорный экран, он не работает, не реагирует. Но это неудивительно, потому что ток не проводится. Долго я его в воде держать не буду. Бессмысленно это там засекать 5-10 минут, сколько там нужно. Я повторялся, я уже говорил свое мнение по поводу этого в обзоре Lenovo A660. Повторюсь сейчас. Я не считаю, что это защита 100%. Я считаю, что это просто возможность, скажем так, не бояться дождя, не бояться идти разговаривать по телефону, когда там льет дождь. Возможно, можно принимать душ с этим телефоном. Но его не стоит там погружаться с ним на огромные глубины и тому подобное. Давайте я сейчас его вытащу, протру немножко. Вот я как только его вытащил, у меня начинает работать сенсорный экран. Я сейчас протру его, посмотрим, куда добралась у нас вода внутри. И мы продолжим. Пов нашли Lenovo A750. И мы можем его открыть, посмотреть, куда же попала у нас вода. Только что я его буквально протер. И давайте смотреть. Я открываю крышку. И давайте смотреть. Как мы видим, Вот эти вот капельки, это уже образовались капельки после того, как я открывал крышку. Вода попадает везде, кроме уплотнителей. Везде все, что защищено этими уплотнителями, оно все надежно, хорошо. И можно смело пользоваться данной моделью под водой. На этой крышке тоже отчетливо видно, куда попадает вода. Вот это я уже дотронулся только что пальцем. А так защищает, в принципе, смартфон хорошо. Итак, давайте продолжим наш краткий видеообзор модели Lenovo A750. Мы уже ознакомились с вами с основными датчиками, техническими характеристиками и возможностью защиты от воды. Давайте посмотрим прошивку. Как я уже говорил, прошивка у нас идет с завода не русскоязычная, и нам приходится его прошивать. Это не есть проблема, это является стандартной процедурой для всех смартфонов Lenovo. Как вы видите, прошивка полноценно русифицирована, нет никакого китайского софта. Все, что нам нужно, все на русском языке. Есть, скажем так, основные возможности прошивки. Это вот рабочие столы. Тут у нас снизу открывается менюшка различных эффектов. Можно там тему поставить на экран. Обои. Можно также это меню вызвать с помощью кнопочки меню. И также добраться до всех этих стандартных настроек. Как вы видите, у меня даже еще вода на экране не просохла. Сверху есть у нас вот такая вот стандартная менюшка для 4.2 Android, с которой мы можем без проблем управлять всеми основными функциями данной модели. В настройках самого смартфона у нас, в принципе, все стандартно. Как стандартный, можно сказать, голый Android. И в этом нет ничего такого. Данная модель у нас умеет все, что угодно. Все, что делает любой современный смартфон, все умеет и она. У нас можно с легкостью просматривать веб-сайты в интернете. То есть, заходить можно на наш сайт, можно заходить на другие сайты. Великолепно работает мультитач. То есть, максимально быстро все, что нам нужно увеличить, просмотреть. Можно изображение перевернуть в альбомной вариации. И также все просматривать. Также данная модель с легкостью справляется с любым видео в YouTube. Пусть это будет Full HD качество. Все прогружается максимально быстро. Давайте это посмотрим. Я вам это продемонстрирую. Здравствуйте, уважаемые друзья. Как я обещал, после нашего видео вскрытия данной модели... Звук тоже довольно-таки хороший. Обзоры у нас максимальные. То есть, экран, наверное, один из лучших, что я видел вообще в смартфоне. Так, еще одна особенность прошивки заключается в том, что нельзя установить сложные и тяжелые игры с кэшем на память свою телефона. Потому что, во-первых, ее мало. Во-вторых, когда вставляешь карточку памяти, то оно автоматически не хочет этим заниматься. И поэтому, для того, чтобы устанавливать современные тяжелые игры, нужно смартфон рутовать и переименовать память свою и карточную местами. Тогда он будет запускать различные современные игры. И сейчас же я могу вам продемонстрировать, например, Dead Trigger. Одна из самых требовательных игр, но с небольшим кэшем для воспроизведения, для работы. Давайте посмотрим. Продолжение следует... В нашем смартфоне есть 8-мегапиксельная основная камера и 0,3-мегапиксельная фронтальная. В принципе, камера в данной модели, я считаю, что могла бы быть чуточку получше за эти деньги. Все-таки модель не совсем бюджетная, но, наверное, цена обоснована на данную модель прежде всего защитой. Я просто сейчас сделаю, покажу одну фотографию, как работает мультитач. Мультитач сам по себе работает отлично. Я имел в виду, как работает автофокус. Автофокус тоже фокусирует довольно-таки хорошо. Я обязательно сделаю фотографию и сделаю видео, снятое на данную модель. Снимает он... Давайте посмотрим, в каком формате. В настройках у нас доступны настройки камеры максимум 8-мегапикселей. И в видео у нас доступно. Тут нет никаких параметров. Тут вот есть низкое, среднее, высокое, лучшее. Лучшее это считается HD-разрешение съемки. Продолжение следует... В принципе, все. Можно подводить итог. Я считаю, что модель стоит своих денег. Модель для людей, которые любят активный отдых, активный вид образ жизни. Которые могут случайно уронить свой смартфон. Которые могут случайно его потопить. Или не случайно, а преднамеренно. По сборке, по начинке, по техническим характеристикам я не имею никаких претензий к данной модели. Конечно, хотелось бы, например, чтобы смартфон держал чуточку больше по аккумулятору. Потому что 2000 мАч слабовато. Также, на фоне всех этих функций защиты, немножко слабоват экран. У нас IPS-экран с разрешением всего лишь 960 на 540 пикселей. То есть, за цену в 200-250 тысяч гривен хотелось бы чего-то больше. А так, я лично очень доволен этим смартфоном. Клиенты наши также довольны. Говорят, что отличный аппарат. Поэтому советуем эту модель и вам. Если вам нравятся наши обзоры, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. Следите за новыми обзорами. Черпайте для себя интересное, новое, полезное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует...